А я смотрю этот репортаж и думаю, как же всё же изменилась Германия во второй половине 20 века. Страна восстановилась из руин после войны, излечилась от нацистской заразы, пройдя через общенациональное покаяние, преодолела раскол на западное и восточное германские государства. И всё это на протяжении жизни всего лишь одного поколения. А у нас тут с вами, как вспомнишь события полувековой давности, так и кажется, что это было только вчера. Эпоха вождей 22 года назад закончилась, а система, построенная для вождей, осталась и меняется очень медленно. Один из характерных примеров отношения государства и церкви. Острословые иногда говорят, будто церковь стала чуть ли не министерством православия. Почему так вышло? Ответ искала моя коллега Лариса Задорожная. Признать вред религии мало. Нужно бороться с ней. С такими лозунгами в 37-м Советский Союз начинает очередную безбожную пятилетку. Её цель – окончательно изжить религиозный дурман. Пятилетка выполнена досрочно. К 41-му году православная церковь в СССР практически уничтожена. Закрыты, осквернены, разрушены тысячи храмов и монастырей. Расстреляны 100 тысяч священников. Те, кто выжил – в ссылках и тюрьмах. Через безбожие к коммунизму – главный лозунг страны накануне Великой Отечественной. И даже трудно поверить, что уже спустя несколько лет отношение Сталина к религии изменится. Иосиф Виссарионович хочет с вами встретиться. Прямо сейчас этот звонок из Кремля прозвучал поздно ночью в доме митрополита Московского Сергия. 4 сентября 1943 года. Уже становится понятно. Немцы войну проигрывают. Сталин задумывает новый поворот истории. Об этой кремлевской встрече напишут даже известия. Товарищ Сталин заявил, что не будет препятствовать проведению собора епископов. А ведь еще пару дней назад за эти слова можно было попасть за решетку. Когда Иосиф Виссарионович Сталин задал вопрос митрополиту Сергию, как скоро он может собрать собор архиерейский, он сказал, что ему понадобится не менее месяца. На что руководитель советского государства сказал, что нужно проявить большевистские темпы. Большевистские темпы проявили благодаря самолетам. Их специально выделили, чтобы доставить архиерею в Москву. Кого из глубинки, а кого из Соловков. Митрополит Сергий на этой встрече сказал, что не хватает у нас кадров. Сталин спросил, а почему у вас не хватает, где ваши кадры. На что митрополит Сергий с некоторым, конечно, лукавством ответил, что мы готовим в семинарии священников, а выходят главнокомандующие, то есть генералисты. Подразумевая, конечно, Сталина. Недоучившийся семинарист нервничает. Немцы на оккупированных территориях открывают церкви. Массово 10 тысяч. Сцена из фильма «Поп». Как раз об этом. И что он желает возродить в России православие? Фюреров все это мало заботит. Но люди, которые занимаются нашим опросом, вполне заинтересованы в возрождении церковной жизни России. Немцы стали открывать, там стали открываться храмы. И товарищ Сталин понял, что на одной идее вот этого самого интернационала ему русский народ не мобилизовать. Впрочем, его цель не только укрепление боевого духа солдат и офицеров для открытия второго фронта. А перед Западом Сталин хочет выглядеть, если не демократом, то хотя бы толерантным по отношению к церкви, говорит биограф Иосифа Виссарионовича Рой Медведев. Мол, это уже другой СССР, и с ним можно иметь дело. Это было накануне тегеранской конференции. Это облегчало сотрудничество Сталина и Рузвельта. Сейчас бы сказали чистой воды политтехнология. И церковники согласились играть в ней главную роль. Мы одушевлены одной целью, одной мыслью победить этого врага. Архиерейский собор проводят здесь, в чистом переулке, где до сих пор резиденция патриарха. Здание церковникам отдают буквально на следующий день после встречи Сталина с Сергием. Любопытно, что до войны здесь находилась резиденция немецкого посла. Собор прошел без помпы, почти как партсобрание в присутствии контролеров от Кремля. Патриархом русской православной церкви выбирает митрополита московского Сергия. А в это время на фронте просто верили в Бога, просто молились. И перед атакой просто говорили с Богом. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и прелесно, и во веки веков. За час до боя я одел каску. Мы вообще каски не носили, как правило. У них тяжело в них ходить. Она же тяжелая вещь. И начался бой. И меня ранил в обуви. И когда меня оперировал хирург, он просил. Я говорю, вот я одел за час до боя каску. Он говорит, кто-то помолился, хорошо. Сегодня Диакон Николай единственный в Москве священник-фронтовик, который дожил до наших дней. Во время войны ярый комсомолец, после такой же ярый служитель церкви. Во время войны простые солдаты носили крестики. Они были зашиты в гимнастерках. У каждого была переписанная матерью молитва. Появляются легенды. Вот эта икона Казанской Божьей Матери на борту самолета перед московской битвой облетает столицу. Потом ее якобы привозят в Ленинград перед снятием блокады. Курскую битву генералы начинают с молитвы. Правда ли это? Нигде не строчки. Точно известно только одно. Храмы в войну были переполнены. Верующие молятся за главу российского воинства Иосифа. Входят даже легенды, что сам Сталин тайно молится в Кремле. Слаженную симфонию Сталина и патриарха Сергия многие священники не приняли. Можно ли думать, что после 25 лет свирепого преследования церкви большевики вдруг стали ее поборниками? Было бы безумием поверить этому. Куратором церкви от власти назначили бывшего контрразведчика. Вот он на этих кадрах. Полковник госбезопасности Георгий Карпов. Глава созданного в 43-м году Совета по делам РПЦ. Всегда церковь опекалась. Это был такой непонятный несколько особый отдел ГБ. Не утихают споры и вокруг фигуры самого патриарха Сергия. Политическая дружба с тираном, предательство церковных идеалов или компромисс, способный сохранить народе веру в Бога и духовенство. Многие говорят, что его избрание было не каноничным, но с другой стороны оно не могло быть другим. Просто власть создала определенное легальное поле, полностью подконтрольной ему такой квази-религиозной организации, куда определенной части общества, нуждающейся в психологической поддержке, было разрешено уходить. Для членов партии, военнослужащих, комсомольцев, чиновников доступ в храмы по-прежнему был невозможен. Сталин быстро потерял интерес к церкви уже к концу войны. А после смерти генералиссимуса Хрущевская отепель обойдет стороной церкви. Более того, в начале 60-х Хрущев развернет новую мощную антирелигиозную кампанию со сносом церквей и закрытием приходов, разве что без массовых арестов и казней. Возрождение церковной жизни начнется только при Горбачеве. Лариса Задорожная, Алла Щелочева, Вадим Сверидонов. Подробности недели. Телеканал Интер.